Днепровская команда БАСА В этом году победителями Кубка Днепровского городского совета по мини-футболу среди студентов высших учебных заведений города стала команда Днепропетровского государственного аграрно-экономического университета, победившая в финале со счетом 4-2 команду Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры, которая заняла второе место. На третьем оказалась команда Днепропетровского химико-технологического университета. Музыка, которая помогала пережить смутные времена Великой депрессии и тревожные годы Второй мировой. Захватывающий свинг сыграет в Днепропетровской областной филармонии мини-когана 2 декабря. На концерте прозвучат и классические джазовые стандарты, и произведения самых ярких представителей сцены эпохи неосвинг. Исполнители группе The Boogie Dance обещают слушателям настоящую свинговую энергетику и положительные эмоции. Лучшие работы в совсем молодых, но перспективных дизайнеров можно будет увидеть в Днепропетровском художественном музее. Так воспитанники театрально-художественного колледжа отмечают 50-летний юбилей направления дизайн. Эта специальность в учебном учреждении появилась в 1966 году, когда только входило в употребление непонятное для большинства людей слово – дизайн. За полвека здесь воспитали много профессионалов, которые стали известными в Украине и за ее пределами. Выпускники учебного заведения работают в США, Франции, Швейцарии, Израиле. Французская классика ожила в городе на Днепре. Шестой студенческий бал, который несколько раз переносили, наконец-то состоялся. В этом году темой балла выбрали самый известный роман Стендаля – «Красное и черное». Но соответствующего дресс-кода придерживались не все. Были девушки в белых, синих, зеленых и розовых платьях. Все собранные на балу средства пойдут для помощи онкобольным детям. В Днепре стартует реформа управления образованием. С нового года в городе прекратят работу не менее пяти районных отделов. Это уменьшит число управленцев и поможет сэкономить более 10 миллионов гривен. Почти 25% бюджетных средств, ежегодно выделяемых на отрасль. Сэкономленные деньги планируют потратить на капитальные ремонты в школах и детских садах Днепра. На Чернобыльской атомной станции завершили установку защитной арки объекта укрытия. Необходимость создания новой защитной оболочки над существующим саркофагом продиктована результатами исследований, которые подтвердили, что только часть конструкции объекта можно использовать еще около 15 лет. Сохранить остальные конструкции на такой срок невозможно. Предусмотрено, что новое сооружение будет эксплуатироваться на протяжении 100 лет. Реконструкция областной детской поликлиники на финишной прямой. Сейчас выполнено уже 92% работ. Полностью завершить объект строители планируют до конца года. При конструированной поликлинике четыре этажа на первых трех обустроены кабинеты для приема и современное оборудование. Ежесуточно здесь будут помогать почти 800 маленьким пациентам. С 2017 года стипендию в Украине будут получать не все студенты с усредненной четверкой за сессию, а те, что заняли высокие места в рейтинге, составленном вузами. На 90% место в рейтинге будет определять учебная успеваемость, а на 10% критерии, которые определят вузы. Это поможет определить наиболее успешных студентов, даже если по результатам сессии все они получили одинаковый средний балл. Число обратившихся в больницы с симптомами ОРВИ и гриппа растет с каждым днем. За последние полтора месяца заболели 112 тысяч жителей области. Тем не менее, в областном управлении госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей уверяют, что эпидемии пока нет, и как она будет протекать, специалисты сказать затрудняются. Известно лишь, что в этом году в Украине будут циркулировать три вида гриппа. Вирус А. Калифорния, H1N1, вирус А. Гонконг, H3N2 и вирус В. Брисбен. Гонконг и Брисбен – совершенно новые вирусы для Днепропетровской области, а Калифорния регулярно приходит в Украину. У нас он еще известен под названием свиной грипп.